всем привет это тип топ тв я марина я снова с вами а вы со мной сейчас уже апрель потеплела снег растала немного еще осталась вода и вот я занимаюсь убираю о листву вот это вот все сухо цветы убираю грядок а также с клумб расчищаю потихоньку в прошлом сезоне не доделал я вот эту клумбу начал начала убирать все лишнее вот хотела прикопать бордюр вкопать в землю для того чтобы отсекать сорняки и траву вот а сейчас ведь еще вода не ушла стоит вода здесь и вот самосевом поселась ел и можжевельник вот они здесь вот так же здесь бадан хосту меня тут все очень сильно летом разрастается видите много очень листьев сухих сейчас я все это буду убирать вот эти вот сухие вот остались от цветов палочки также вот здесь ирис японский вот здесь и смотрите ведь у меня датчик воды вот такая птичка всегда можно посмотреть когда приезжаешь сколько осадков выпало за этот период здесь есть мерная шкала вот и можно поставить сантиметр два три то есть всегда знаешь нужно ли проливать дополнительно грядки а также вот у меня большие длинные грядки справа клубника садовая земляника а слева овощи и многолетний щавель а также мята и всякая зелень петрушку укроп также вдоль забора вот здесь планируется продолжение таких грядок это очень удобно потому что не нужно наклоняться в виде высота где-то полметра из старых кусков металла сделано сверху уголком вот так отделана чтобы не обрезаться здесь у меня капуста в прошлом сезоне росла вот а здесь вот мята и японская мята так затем здесь у меня спаржа многолетняя лук многолетний вот уже небольшие всходы вот и дальше там зелень петрушку укроп я сажаю а также морковь свеклу и в конце грядки у меня завершает там такой бордюр зеленый получается многолетний щавель притом разных сортов я уже сажаю подсаживаю подсыпаю семена каждый год чтоб он как бы обновлялся вот она той грядки у меня значит полностью она отведена под садовую землянику но это клубника по-другому еще называется но в этом году я буду сажать абсолютно новое обновлять там у меня уже вот этот утра сил черный укровной материал уже весь перепрел все это буду убирать кусты уже обновлять буду клубники потому что она уже выродилась немного в прошлом году уже последний урожай я собрала я решила хватит буду полностью сажать новые сорта скорее всего не ремонтантную обычную клубнику да еще несколько слов об этих грядках значит видите земля села это всегда так весной и буду подсыпать естественно землю сделаю теплые грядки покажу вам потом как это делается вот и очень удобно расстояние в одну плитку сейчас нам еще снег лежит в одну плитку между грядками этими очень удобно ходить то есть можно и боком и по прямой идти и даже проходит здесь какой-то инструмент вот а слева с этой стороны я могу провести тачку то есть землей или с песком вот то есть это очень удобно и также для того чтобы обслуживать ухаживать за этими грядками убирать от сорняки и прочее вот удобно сидеть кстати на этих уголках вот когда я пропал его то есть можно присесть и уже там обрабатывать землю вот остались еще таблички но все это я буду убирать потому что решила ремонтантную не сажать земляника не очень мне нравится что она как бы мелкая пусть она долго плодоносит но все таки не такие сладкие ягоды вот решила перейти все таки на обычные сорта затем здесь флоксы вот остался для них поддержка уже здесь я убрала вот она куча буду сейчас перекладывать все это в тачку и увозить в компост здесь ирис еще не убрала сухие ветки вот листья с прошлого года вот это искусственный камень он закрывает люк от септика также вот видите вытяжки но все это будет летом не видно потому что здесь куст курильский чай большой куст и желтыми цветами с белыми все это зарастает как бы зеленью все это скрыто и очень красивая получается такая композиция бадан цветет потом хосты с большими листьями лилейники там дальше пионы вот и то есть как бы все это будет закрыто вот я сейчас показываю весенний вид здесь такая небольшая тропинка сейчас я все это убираю граблями решила все таки сейчас это поубирать в апреле а в мае уже буду доделывать потому что в мае уже сорняки полезут тоже очень много работы предстоит а также посадочные всякие дела в прошлом году вот здесь сажала капусту и кстати говоря весной вот если вы планируете на какой-то грядке посадить капусту ни в коем случае не рыхлите и и именно для капусты почва должна быть плотная утрамбованная вот просто-напросто уберите сверху сорняки или какие-то листья и все а сама почву ни в коем случае не рыхлите значит дальше вот здесь у меня начинается вдоль забора я решила сделать ну уже давно сделала такую клумбу вот до самого-самого конца вот потому что оставался кусочек земли узкий и нужно было что-то с ним сделать но поскольку здесь мало солнца и северная сторона вот здесь вдоль дома я решила все таки оставить эту землю узкой полосой и посадить эти невыносливые растения и кустарники вот я сейчас вам расскажу такой секрет клумбы за которые нужно мало ухаживать и не нужно в основном пропалывать значит если у вас есть такие полоски значит земли между плиткой или где-то вдоль дорожек в общем ограниченные какими-то вот у меня с одной стороны забор с другой стороны бордюрный камень значит смотрите что я сделала положила вот укровной материал видите и засыпала щепой декоративный вот сверху и положила камни чтобы этот материал никуда не сместился ветром его не унесло а в промежутках между этой тканью я посадила различные цветы растения и невыносливые не только на солнце светолюбивые и таким образом смотрите вот там где щепа насыпана там не будет у вас и вот этот укровной материал он будет сдерживать рост сорняков нужно будет просто периодически в течение лета и в течение сезона просто небольшие такие может быть семена попадут в каких-то сорняков просто их убирать и все небольшие ростки а так вот у вас основном все зарастает именно цветами и декоративными какими-то растениями красивыми и очень хороший вид и минимальный уход а весной я собираю только вот эти листья сухие которые осенью полегли вот убираю вот эти вот сейчас уберу от флоксов стебли засохшие и все то есть минимальный уход затем в мае начнут расти уже тех места где посажены многолетники и все все это зарастет будет красиво пышно цвести то есть минимальный уход при очень хороших результатах вот всем рекомендую использовать вот такое вот покрытие значит материал не тканый можно даже в два слоя а сверху декоративную щепу и вот камни разложили можно без камней просто как-то шпильками к земле приколоть специальными колышками и чтобы ветер не унес эту ткань и собаки допустим чтобы ее не порвали вот птичка это из фикс прайса которая показывала в обзоре вот она как раз будет сейчас установлена вот сюда пока что так сделал вот так приблизительно будет смотреться вот здесь бадан весной будет свести очень красиво в мае такими шапки малиновых цветов очень очень красивый бадан он очень хорош тем что он совершенно неприхотливый вот его только нужно обработать от этих черных точек и все это это бывает очень редко чтобы он вот так вот поражался вот а так очень хорошие кожистые листы крупные он очень декоративные самое главное он неприхотливый вот все постепенно буду убирать вот это все обрежу уберу вот эти листья ириса японского и вот уже крокусы смотрите начинают пробиваться вот они какие показались первые крокусы вот скоро тюльпаны покажутся это вот все первые луковичные первоцветы а также еще подснежники очень красивый и японский лук вот там дальше кусты лобчатки гусины или еще называют курильский чай даже как-то можно его заваривать там желтым он цветет и белым цветом то есть два разных людей сорта у меня вот затем можжевельники разные разные сорта и казацкий можжевельник дальше идет у меня тоже ирисы пионы и несколько сортов лилейников вот но сейчас пока стоит вода и даже туда не захожу потому что еще рано там что-либо делать а здесь уже где подсохло тут я уже убираю потихоньку листочки вот эти веточки сухие чтобы потом меньше было работы вот фикс прайсовский большой термометр будем его испытывать я его пока повешу в теплице вот на такой самодельный крючок и посмотрим что он нам покажет будет ли меняться температура сейчас значит у нас он показывает 16 градусов вот я посмотрю за ночь он повисит здесь посмотрю утром какая будет температура будет ли вообще что-то меняться потому что в комментариях пишут что температура у них на градуснике все время показывать 19 градусов и не туда и не сюда то есть любое время дня и года вот смотрите сейчас уже поздний поздний вечер температура опустилась воздуха давайте посмотрим сколько градусов вот видите ноль градусов практически плюс один вот поэтому этот градусник фикс прайсовский все-таки работает вот это такая температура сейчас теплицы вот так что все работает вот хочу вас познакомить с моими теплицами здесь видите еще эмульчирование осталось прошлого года я эмульчировала газонной травой прямо скошенный клала клала в зеленом состоянии то есть она была еще а потом она тут же начинала перепревать выделять тепло потом она защищает еще от сорняков вот этот слой мульчи также прогревает корни то есть способствует очень хорошему урожаю то есть благоприятно влияет на растение которое мы мульчируем вот а затем она как раз вот таким слоем лежит всю зиму а еще мульчирование для растений она очень хорошая несет такое свойство не дает влаги испаряться а также защищает еще от фитофторы потому что не дает у корней знаете вот зеленеть земле то есть вот заболачиваться то есть полностью поддерживает микроклимат в теплице вот сейчас у меня видите я подняла автополив у меня такой рукодельный самодельный подняла его наверх что можно было обрабатывать землю естественно к зиме я слила оттуда всю воду шланги абсолютно сухие ничего там не порвалось вот этот шланг он перфорированный в дырочку вот и в конце можно сделать заглушки то есть на такую длину которую вам нужно вот а здесь вот так распределено на две как грядки и на две грядки на два ряда вот по два шланга и затем он переходит вот сюда у меня на вторую грядку и здесь то же самое вот на два ряда распределен потом я его опущу буду показывать вам как все это будет выглядеть здесь тоже вот такое состояние после зимы грядки здесь у меня помидоры или огурцы я чередую каждый год это я потом расскажу позже вот здесь я положила плитку в два ряда чтобы удобно было и тачку сюда завозить чтобы она поместилась вот и удобно ходить то есть все в чистоте и удобно обрабатывать сделаны грядки они около 40 сантиметров высотой тоже удобно во первых прогревается хорошо почва во вторых для корней много места вот такие короба своеобразные получаются а в третьих и не нужно сильно наклоняться то есть не устает спина ноги руки шея то есть очень удобно вот как бы ухаживать за овощами вот там у меня подпорки вот такие использую подпорки они прокрашены не ржавеют вот очень удобные и огурцы и помидоры к ним привязывать на первом этапе они очень хорошо поддерживают рассаду вот они очень долговечные у меня они уже давно просто я дезинфицирую весной и потом использую весь сезон здесь я потом буду перекапывать сейчас пока еще рано ближе к маю буду перекапывать делать теплую грядку это я вам все покажу потом подробно и вторая теплица тоже вот сейчас состояние после зимы тоже автополив я подняла вверх чтобы он не мешался здесь градусник установила также вот видите форточка у меня для проветривания потому что когда здесь огурцы или помидоры очень удобно регулировать тепловой режим а также влажность в теплице вот потому что дверь не всегда удобно открывать иногда удобнее и форточкой пользоваться здесь тоже высокие грядки буду перекапывать и вот я уже подготовила перчатки из фикс прайса затем сетку большую для огурцов с крупными дырками и шпагат тоже для подвязывания все буду протирать вот этот вот металл сбоку это вот после зимы вот такое состояние и обязательно вот такая емкость для воды особенно в ту теплицу ставьте где у вас огурцы потому что огурцы очень любят влажность воздуха повышенную полная вот этот бидон большой пластиковые и водой и здесь происходит как бы когда тепло когда солнце греет вода испаряется огурцам это очень очень нравится вот снаружи от теплицы у меня остался вот такой кусочек между плиткой и теплицы и решил не засаживать его цветами а именно посадить сюда тоже овощи здесь у меня кабачки баклажаны или тыква тоже я сюда провела автополив вот из теплицы выходит шланг и здесь в два ряда теневая сторона от дома тоже здесь узкая полоска земли между забором и плиткой и здесь я посадила барвинок он очень теневеносливый и очень хорошо разрастается таким ковром тоже защищает и от сорняков клумбы и он укрывает почву очень удачно и очень красиво цветет затем здесь у меня ирис болотный потому что тоже такая почва влажная торфянистая калина самосевом притом она посажена затем барбарис он очень декоративной осенью у него такие красные красивые ягодки и малинового цвета кора ветки так затем опять калина самосевом и тоже ирисы и здесь небольшой вот можжевельник такой также здесь у меня такой ну как будто бы маленький японский уголок небольшой образовался получился здесь у меня еще я принесла из леса ландыши лесные ландыши очень красиво они тоже цветут вот здесь такой получается зеленый уголок и в основном трава скромный барвинок вот таким покровом лежит как ковер и очень красиво показываются вот эти беленькие такие нежные цветочки ландыша грозди такие очень скромно и привлекательно все это выглядит очень необычно также коряга у меня от аквариума еще осталось вот такая мангровая коряга тоже я ее потом выставляю что среди цветов такую делаю своеобразную композицию небольшую тоже очень декоративно смотрится самое главное она не гниет ведь они ничего после зимы с абсолютно с ней не происходит а так она очень хорошо смотрится вот уже показались ирисы они будут желтым цвести цветом он покажу вам как она выглядит летом в цвету еще отличное растение тени выносливая и вообще она очень выносливо не зря она называется живучка вот она так выглядит и при том есть несколько сортов этот сорт фиолетовыми листьями есть еще просто с чисто зелеными листьями с темно зелеными и она конечно же цветет но цветет скромно такими столбиками цветущими но самое главное что она почва покровная она очень неприхотливой то есть если она даже подсохла вы его потом полили пролили как следует то есть тут же листья наполняются влагой оживают и она продолжает дальше расти то есть такое вот необычное растение живучка его можно сажать тоже как почва покровная на клумбах чтобы не росли сорняки она полностью таким ковром красивым видите они даже немножко такие не с восковым налетом а блестящие листья декоративные и защищает от сорняков чтобы вам меньше пропал от меньше возиться то есть такая находочка своеобразная для садоводы вот еще мне предстоит ведь еще снег лежит вот буду эту клумбу обрабатывать тоже хвоста видите полегли у нее листья все это буду убирать когда подсохнет и вот остильба остильба тоже очень теневыносливо отличное растение вот сюда тоже хвоста так что для тени очень хорошо подходит бадан хосты остильбы живучка и еще много-много разных других растений даже вот здесь вот практически солнце сюда не попадает здесь они прекрасно себя чувствуют цветут и зеленеют прекрасном состоянии так что вот буду обрабатывать сейчас и попозже когда снег еще этот растает тоже буду все приводить хорошее состояние ну и конечно же тени выносливо тени люби вы это папоротник вот он у меня здесь примастился вот так он выглядит после зимы естественно пойдут новые у него листья такие закручены вначале как улиточки поэтому покажутся появится а потом будут такие большие большие как перья во все стороны розетка листьев будет и барвинок просто отличное растение у нее очень нежно голубые такие цветочки потом будут ковер зеленых листьев и сверху весь цветущий такие весенние клумбы вот так вот они выглядят потом буду показывать вам какие как они будут выглядеть летом удивитесь потом наверное какое будет отличие а калина вот еще остались грозди ягод вот очень тоже декоративные у нее листья во первых весной очень красиво цветет белыми такими шапками затем зеленые листья а осенью они начинают краснеть желтеть оранжевым цветом и вот такие вот гроздья наконец зимой ягод красных наливных на на фоне белого снега тоже очень очень красиво уж какая калина вкусные полезные после того как ягоды подмерзнут вы наверное все знаете вот тоже можно с чаем и и пить есть вот очень очень полезно вот хочу сказать про барвинок видите он какой два листочка вот идут по два листочка такие глянцевые листья вас как бы восковые такие даже можно сказать что они такие суховатые листья и он очень хорошо разрастается видите вот такими веточками как бы плетьями вот он так тянется тянется во все стороны здесь смотрите по два листочка видите мне вспомнилась такая история но постоянно его нам не вспоминается когда я смотрю на это растение по донапы много лет назад мы ездили на святой источник николай чудотворцы чудотворный источник и там под деревьями очень тенистое место где располагается этот источник и там все заросшее было вот таким барвинком ковром прямо из барвинка и там нам их экскурсовод рассказывала что именно в этом месте то есть растет какой-то необычный барвинок только там он растет где у него значит не два листочка вот так а три по моему или четыре вот в этих местах междоузли поэтому вот я когда смотрю теперь на барвинок вспоминают историю вот у меня например смотрите по два листочка вот и напишите если у вас растет барвинок как какого он вида напротив друг друга листочки вот так противное расположение вот напишите какой у вас барвинок такой же или другой мне тоже это интересно будет ну а на этом я заканчиваю свой репортаж если вам было полезно это видео ставьте лайк ну как обычно подписывайтесь если еще не подписаны вот до скорых встреч всем пока и оставайтесь со мной птицы уже запели послушайте а